Очень коротко, в принципе, по урожайности нашей, по озимой пшенице, по кластерам. В Ставрополе мы получили 5,6, на Крок, на Юге мы получили 5,4 и на Востоке получили 5,3 тонны с гектара. Результат очень близкий и для нас, ну, очень низкий, скажем так, от наших ожиданий, учитывая условия благоприятного увлажнения, а, как оказалось, по итогу, условия переувлажнения, особенно в Ставропольском крае, ну, наше хозяйство находится в Изобилинском районе. Я... Сейчас, одну секунду... А, вот. Здесь на слайде представлена очень коротко наша структура, да, группа компаний «РЗАГРА», 130 тысяч у нас общие землепользования, 3 кластера. На сегодняшний день во всех трех у нас зонах семеноводческие хозяйства. Новотроицкое оно было, в Зерноградском районе Донской конный завод семеноводческий. И с этого года у нас в Морозовском районе, в Завовишневском, мы открыли семенную линию. И также посевы у нас уже были. И общее производство на текущий год у нас планируется 24 тысячи тонн озимых зерновых, из которых 14 тысяч – это для рынка. Здесь, учитывая формат мероприятия, то, что мы говорим сегодня об результатах урожайности и качестве сортов, именно непосредственно в «РЗАГРА» действует производственная испытательная лаборатория, которая непосредственно занимается испытаниями сортов и элементов технологий. Здесь представлены данные о годе 23-м, урожай 23-м, то есть в испытаниях у нас 195 сортов, из которых 110 сортов – это озимые зерновые культуры. Ну, далее у нас горох испытываются, ячмени, яровые твердые, и также зимующие горохи. И лём был в этом году в испытании зимующий, но урожай мы по нему не получили, к сожалению. Успешно задисковали весной. Были проблемы с получением сходов из-за перегнивания. Ну, и нут мы испытываем очень активно. Также у нас агротехника, норма высева – это по всем культурам абсолютно, использование удобрений, испытываем виды нормы удобрений различные, это опять же по всем культурам абсолютно. И благодаря техническим, скажем так, решениям АНЦ Донского у нас сейлка, оборудованная двумя головами порционно, то есть мы можем при испытаниях испытывать различные нормы виды с пакетами, как обычно высевались, семена высеваются на мелкоделянке, мы можем в эти же делянки высевать и удобрения. При этом иметь удобрение сплошной картой, туда добавлять какой-то другой вид удобрения, либо не добавлять, убирать сплошную карту, добавлять. В общем, очень большие у нас возможности появились в плане припосевного применения удобрений, любых видов, ну, гранулированных. Ну, и также мы испытываем различные средства защиты растений по вегетации. В основном это гербициды, конечно, это гербициды, влияние которых очень легко увидеть на поле. Итак, сразу переходим к цифрам. В этом году у нас уборка мелкоделянки была начата поздно, из-за погодных условий была очень рваная, поэтому результаты у нас по текущему году будут без качества. Здесь для сравнения я вставил данные топ-15, где-то 16, где-то топ-17. По урожайности 22-й год селекции Национального центра зерна имени Лукьяненко, чтобы мы видели здесь соотношение урожайность и содержание протеина. Здесь у нас в прошлом году сорт Тимирязевка был на пике, хотя сорт Тимирязевка по всем зонам в прошлом году имел очень высокий урожай. По всем. Ну, качество у него стандартное 12,6-13,0. Это нормальное для него абсолютное качество. Сорт Бумба. И, кстати, здесь еще выделены слева группы спелости. Группы спелости. Нужно отметить, что год текущий в сравнении со всеми предыдущими годами он наиболее благоприятным оказался для ранней спелой группы, в принципе. Благоприятным или наоборот? Более благоприятным для сортов ранней группы по нашему, по тем зонам, где расположены непосредственно наше хозяйство и наши делянки. Вот здесь мы видим, что в сорте Мирязевка Бумба, Школа, Кольчуга. Вот я хотел бы обратить внимание на сорта. Вот из новых это Кольчуга и Победа-75. Они имеют очень высокий урожай. И здесь причем эта делянка высеянная зимой по озимой. Это обработка основная, это пахота 22-25 сантиметров после выравнивания и, соответственно, посев. И здесь же результат уже 23-го года. Здесь у нас качество мы еще не сделали. И, соответственно, опять сорт Победа, Кольчуга, она в, скажем так, в топ-10. Также Бумба внизу, Тимирязевка внизу, Юка Алексеевич остаются без изменений. И сорт Степь. Вот сорт Степь неожиданно для нас имеет высокие результаты. Ну, в среднем по годам идет выше средней. А в этом году по всем зонам она находится в лидерах. Ну, чтобы понимать, на таком уровне урожайности ошибка опыта колеблется в районе одной тонны. То есть, если у нас Победа 11,5 дала, то, соответственно, минус однотонна это 10,5 и ниже. Она достоверно опережает все сорта, которые находятся на уровне 10,5 и ниже. Вот такой результат у нас. Это у нас в Ставрополе получено по... Ну, здесь, кстати, обращу внимание, что средне-ранние сорта и раннеспелые. Да, здесь всего три сорта. И чуть... В целом в испытаниях здесь представлено 92 сорта азимых зерновых. Именно азимы мягкой пшеницы. 92 это только топ. Вот. Теперь здесь... Троицкая, высокая... А, я назад, извиняюсь. Идем дальше. Здесь у нас Зерноградский район. Урожайность 22-го года с качеством. Мы также видим, что сорта Победа, Тимирязевка, Мане, Кольчуга, вот эти все сорта находятся снова в топе. Это Зерноградский район. При этом качество сортов очень близко к данным Ставрополя. Ну, и вполне находится в характерных средних значениях, которые указывает альгинатор по каталогу. И здесь уже 23-й год обработаны данные по урожайности по нуту. К сожалению, по гороху мы только вчера закончили уборку, данных еще нет. Соответственно, снова Победа, Кольчуга, Степь на высоте, Классика. И здесь не попала Тимирязевка. В этом году у сорта... Для сорта сложились не самые благоприятные условия. И, соответственно, она в топ-15 не попала. Ну, это не значит, что этот сорт можно списывать с сортовой музайки. Теперь данные у нас... А, теперь нестандартные опыты, те, которые всегда у нас наши покупатели задают вопросы по массе тысячи. Это то, что мы показывали на дне поля и говорили о том, что у нас влияние массы тысячи мы не видим на урожайность и качество. Ну, к сожалению, качество мы еще также данные не обработали, но данные по урожайности у нас уже есть. Здесь, этот опыт заложен в Донском Новотроицком. Соответственно, масса тысячи сорок на самом деле это просто ворох протравленный, приведенный к весовой норме 160. То есть масса тысячи сорок умножена на 4 миллиона. Точнее, прошу прощения, на 3,5 миллиона. Это по весовой рассчитанное мое. Это ворох, просто ворох, где есть и щуплые, и битые, и полноценные семена. Соответственно, вот эта масса тысячи обеспечила одну из наиболее лучших прибавок. И в условиях этого года разница, например, в Донском 9,15 и 8,6. Это несущественная разница при таком уровне урожайности. То есть получается, что даже щуплые семена, масса тысячи 24 и 30, позволили получить достаточно хороший урожай. Конечно, динамика прослеживается, да, здесь от высокой массы тысячи к более низкой. Но те разницы, которые они показывают между собой, они как бы недостоверны и несущественны. Почему же ворох такой, максимальный урожай на ворохе получается 40, да? Да, да. Как это объяснить? При этом остальные фракции выделены из этого же вороха. Вот мы взяли там 5 килограмм вороха, разбили его сначала, ну, часть забрали для того, чтобы протравить, посеять. А потом его на ситах откалибровали, какие массы тысячи получились, те и посеяли. Это первый год, ну, какие есть результаты, такие есть. Как бы, что есть, тем и делимся. И дальше еще один интересный опыт. Вот все спрашивают, мы продаем семена там предыдущего года, например, да? И возникает вопрос, я не хочу предыдущего года, почему у вас цена такая же, как и на этот год, да? Вот ответ такой, что нету разницы между семенами прошлого года и даже семенами трехлетней давности. Ну, нет никакой разницы абсолютно, если семена кондиционные. То есть, должна быть энергия, должна быть схожесть. Это все проверяется и должно быть качество. И здесь на опыте мы видим, что сорт Тимирязевка, вверху там две строки, это год урожая. При этом семена были протравлены осенью прошлого года перед посевом. То есть, это не протравленные семена, а внизу та же Тимирязевка, только она уже протравленная в 2020 году, протравленная в 2021 году и протравленная в 2022 году. То есть, это хранили протравленные семена. И, соответственно, урожайность, разницу в урожайности ее практически нет. Она в пределах ошибки. И еще один момент. Можно сравнить здесь урожайность по пяти строкам по Тимирязевке против юбки. Она здесь уже гораздо существеннее. То есть, юка в этом году имела преимущество по урожайности как в производстве, как на делянках, так и именно в этом опыте. То есть, влияние фактора сорта гораздо выше оказалось, чем влияние фактора год урожая или год обработки семян. Поэтому, опять же, впервые этот опыт заложен. Мы также будем его продолжать там в течение двух-трех лет и посмотрим результаты. Это мы делаем исключительно для того, чтобы показать нашим покупателям, да и всем, в принципе, покупателям семян, которые сомневаются в том, что пассивные качества сохраняются из года в год. Все селекционеры, все семеноводы об этом знают. Но это надо как бы наглядно показывать и убеждать людей, что не стоит бояться года урожая. Надо проверять именно пассивные качества. Если мы вернемся в предыдущий год, в это же место был вопрос у нас по влиянию применения жидких фосфорных удобрений по вегетации против использования сложных удобрений при посеве. Здесь небольшая часть представлено опыта, который мы провели весной этого года. Ну, заложили в осенью прошлого года и проводили весной. Этот опыт у нас проведен в Морозовском районе и продублирован в Зерноградском районе по предшественнику горох и подсолнечник. Здесь результаты, вот буквально вчера мы закончили уборку. Опять же, качества у нас здесь нету, здесь только есть показатель урожайности. И мы видим, что использование сложных удобрений и чистое использование сложных удобрений уступает комбинированному использованию жидких фосфорных удобрений с гранулированными при посеве. Здесь суть опыта заключается в том, что мы привели по действующему веществу. Здесь расчет исключительно идет по действующему веществу. И все нормы рассчитаны так, чтобы одно удобрение, либо в сумме примененные удобрения, приводились к единому значению по фосфору. Итак, в почве у нас содержится 6,5 мг. Это низкое содержание фосфора на данном участке по результатам анализа 2022 года. Условия отбора проб влияют очень сильно, но в целом по хозяйству, это в ЗАО Вишневском был проведен опыт, в Морозовском районе, в целом содержание фосфора очень низкое, колеблется от 5 до 15. И, соответственно, много раз проверял это значение. Какое есть, такое есть на данном участке. Соответственно, здесь мы отчетливо видим эффективность применения фосфорных удобрений, так как на контроле 7 и 8 у нас это вариант без применения именно фосфорных удобрений. На данном участке применялась селитра в норме 150 кг на гектар, и сверху еще добавлялся КАС в норме 50 кг на гектар. Итого 200 кг в физическом весе по азотным удобрениям и варианты сложных удобрений. Мы видим, что диамонифосфат, сульфаомофоз при основном применении с добавлением 80 кг на гектар ЖКУ имеет преимущество ко всем остальным вариантам, особенно к дробному его применению. Поэтому здесь, кстати, дополнительное применение. Поэтому здесь цифры говорят сами за себя. Опыт будем продолжать. Мы даже с производством, со своим внутри не обсуждали. Буквально вечером я эти данные получил. Поэтому будем внутри себя это все обсуждать, проверять эти же данные по подсолнечнику на юге. И следом еще идет, вот слайд еще один, это то же самое, горох, параллельно идет уборка у нас. Здесь данные немножко другие. Здесь у нас использование амофоса. И, кстати, это Зерноградский район, ООО Донское, сорт Алексеевич, тот же сорт. Здесь содержание фосфора в почве уже 22,4 мг. Это кардинально разные вещи. Соответственно, применение амофоса в тех нормах, которые здесь в опыте указаны, и ЖКУ, оно не дало, как скажем так, существенной прибавки против варианта без применения фосфора. Так как фон фосфора в почве у нас достаточно высокий. И далее уже применение жидкого комплексного удобрения в высоких дозировках, будь то дробно и будь то разово, 122 кг, в смеси с сульфа амофосом и диамонифосфатом уже имели преимущество. Здесь мы также рассматриваем группу по ЖКУ. То есть отчетливо прослеживается тенденция того, что применение ЖКУ в высоких нормах, скажем так, до 120, 73 плюс 49, это те же 122, имеет преимущество против использования амофоса чистого и амофоса в смеси с ЖКУ на высоком фоне содержания фосфора. Ну опять же это первый год подобных испытаний, будем продолжать. По подсолнечку данных еще нет, пока идем дальше. Итак, в этом году год был сложный, наверное, очень сложный по условиям погодным для работы и соблюдения технологий, прописанных в каждом своем хозяйстве. И результаты производственные в разрезе сортов у нас очень пестрые во всех зонах. И объяснить это можно только рассматривая индивидуально каждое поле. То есть нужно знать историю этого поля, нужно знать условия погодные конкретно на данном участке. Итак, основными причинами, которые повлияли на вот эту пестроту, является высокая локальность, высокая интенсивность весенне-летних осадков и градобои. У многих, наверное, был град. У нас град повредил два массива достаточно больших, там полторы тысячи гектаров, две с половиной тысячи гектаров. Где-то подсолнечник повредил, поэтому у всех есть подобные картины. Может даже кто-то не видит у себя эти явления, кто-то не видит высокого переуложнения на своих полях, но это случается. И, соответственно, те поля, которые попали в какие-то экстремальные условия, именно участки полей попали, может такое быть, это будет снижать, либо повышать урожайность сортов и вызывать вот эту пестроту и непонимание в урожайностях именно по конкретным сортам. Также проявление широкого спектра листостебельных корневых заболеваний и болезней колоса. Вот это одна из, наверное, основных проблем текущего года. У вас ролик выходил по корневым заболеваниям, я это смотрел, и многие смотрели, ваши подписчики, поэтому на этом не будем остановиться. Листостебельно это, опять же, понятно, это необходимо, нужна была защита интенсивная, начиная с ранневесеннего периода, когда у нас уже растения... Кстати, в этом году растения имели высокую долю кущения поля зимы пшеницы, имели в этом году при выходе зимы высокую долю кущения. То есть растения были, в большинстве случаев, они развиты. И, соответственно, начало защиты листостебельной массы у нас должно было быть ранним относительно прошлых лет и масштабным. Ну и, соответственно, погодные условия сильно повлияли на оперативность и своевременность работ по защите растения, что в итоге сказалось очень сильно на урожайности. Болезни колоса здесь у нас фузариоз, он проявился очень сильно в Ставропольском крае, несмотря на высокий уровень защиты. Для нас фузариоз, мы смогли преодолеть эту проблему, у нас невысокое поражение, невысокая доля фузариоза была в посевах. Но по соседям были поля, где в колосе было пусто. Поэтому это очень большая проблема, особенно в Ставропольском крае. Здесь, в Зерноградском районе, такой проблемы не было. Ну, фузариоз, конечно, наблюдался. Наблюдался он и в Морозовском районе из-за высокого увлажнения, но больших проблем мы по нему не увидели. Физиологические нарушения вегетации. Опять же, под воздействием погодного фактора. Это один из факторов, который повлиял на урожайность и качество средне-поздних сортов, средне-поздней группы. Это есть ролик в интернете с Александром Николаевичем Боровиком, который описывает этот процесс. Я думаю, все его смотрели. И до этого ролика мы сами задавали этот вопрос. А в чем проблема? Мы, видя уже состояние колосе в момент начала уборки, уже понимали, что будет существенный недобор по урожайности, особенно по средне-поздней группе. И мы перешлем обязательно этот ролик и добавим сюда, к этому эфиру, очень интересный ролик. Речь идет о том, что средне-поздняя сорта из-за большой листостебельной массы и особенно интенсивные сорта на высоком агрофоне, оказалось так, что расход пластических веществ идет именно на само растение и никак не происходит оттока питательных веществ, которые должны быть из-за листостебельной массы в колос. То есть налива не происходило фактического. Далее сложные условия применения СЗР. То, о чем было сказано ранее, то есть было сложно применять химические средства защиты, будь то гербициды, фунгициды, своевременно. То есть на каких-то полях мы начинаем работы, все правильно, все хорошо, пошел дождь, мы остановились. И, соответственно, опаздывание, опаздывание, фунгициды – это болезни, гербициды – это фитотоксичность на растение. И, соответственно, анализируя в конце, мы забываем, что мы там во время не отработали. Вроде у нас была прописана схема одна и та же, и в итоге у нас оказывается, что какой-то сорт, потому что он расположен был далеко от обработок, на него зашли поздно, и урожайность у него ниже. Опять же, нельзя этого делать, так анализировать. Ну и, соответственно, сложные условия уборки – это то, что ранние спелые сорта, как я говорил ранее, они дали высокую урожайность, высокое качество относительно других групп. Это касается именно этого фактора, то, что они убирались с оптимальной влажностью и вышеоптимальной в лучших условиях. А все остальное уже, то, что мешали дожди, мешали мощности уборки, это все откладывало уборку, и, соответственно, шло стекание по качеству, шло снижение урожайности и так далее. И все эти проблемы также снижали урожайность других сортов. В целом, так, что-то еще. А, на этом все. Сергей Степанович, скажите, пожалуйста, раз уж вы в мате тысячи проверяли, в этом году натура зерна не очень хорошая? В целом, в зависимости от сортов и всех вот этих перечисленных факторов. У нас в этом году урожайность невысокая, вот особенно оценивая Зерноградский район, урожайность невысокая. Мы рассчитывали на тонну больше, но при этом, получив 5,4, качество вала очень высокое. Очень высокое качество вала, там у нас протеин колеблется от 12,5 до 15. И это, к сожалению, мешает реализации семян, так как цена семян зависит от стоимости товарной продукции, с которой будет готовиться из семенного материала по оценке критериям товарной продукции. Для вас, как и для семеноводов, все-таки год удачный или нет? Какой будет отход зерна? Можно ли это уже почувствовать? В этом году выход семян ниже, он колеблется где-то от 20 до 30% отхода, то есть мы получаем 70-80% готовых семян. Когда до этого, ну, прошлый год, по-моему, мы закрылись на 18-22, вот так вот. То есть где-то 20% был, сейчас он выше. Мы подработали порядка, ну, мы треть семенного материала уже подработали, выход пока низкий. Выход пока низкий, и это связано с тем, что вот на части сортов есть недолив по колосу, есть мелкие семена, которые уходят, ну, они уходят в товарку, поэтому мы проблемы не видим в этом. Да, действительно, производительность низкая, выход семян низкий. Качество семян должно быть одинаковым, что в прошлом году, что в этом году. Масса тысячи, кстати, в этом году у нас выше будет относительно прошлого года, там где-то в среднем плюс 3 грамма будет это, анализируя ворох, мы уже пришли к этому выводу. На крупносемянных она очень высокая, там доходит до 47. Это, ну, не есть хорошо, на самом деле, это простая переплата за семянный материал. То есть норма высева у нас считается миллионных штук на гектар, весовая норма будет гораздо выше. Вот. А что касается натуры, есть проблемы, но, опять же, эти проблемы возникали при поздней уборке. В целом, натура достаточно высокая, от, там, 70, от 750 до 830. Очень сильно зависит от сорта и очень сильно зависит от срока уборки. Можно ли предположить, что по каким-то сортам может не хватить семян? Да, конечно. Так, это связано как раз с урожанами текущего года? Это связано больше с спросом, односторонним спросом, возможно, с тем, что какие-то сорта оказываются популярны, а некоторые нет, хотя вполне взаимозаменяемы. Использование, в принципе, сортовой мозаики, оно постепенно набирает обороты. То есть у нас, например, в производстве, да, в каждой зоне есть основные шесть сортов. То есть две группы, по два сорта, каждой группы из ранней группы два сорта, два сорта средней и два сорта средней-поздней группы. И, опять же, процентовка идет между ними по этим группам, немножко отличная в Морозовском районе, да, в восточном кластере наш, в южном кластере и Ставропольском. И туда же мы добавляем по одному, точнее, по три сорта из новых сортов, которые постепенно входят в, скажем так, наши селекционеры выводят и рекомендуют к производству. Параллельно они идут на размножение, параллельно мы их испытываем и параллельно мы их смотрим и в производстве, в том числе по 200-300 гектаров. Чтобы давать также, чтобы получать достоверную информацию и делиться с ними, с нашими покупателями и с вами в том числе. Музыка 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 Субтитры подогнал «Симон»!